Конфликт между мной и главой администрации сельской рады. Два месяца тому назад владыка Петерин, митрополит московской патриархии, приехал, чтобы залаживать камень для строительства храма. У нас храм есть, одна московская церковь и вторая церковь московского патриарха, село Лупарева, село Люманы. Мы хотим, чтобы нам построили храм под киевский патриархат. Я сорвала тогда эту налебию, не было никакого собрания, но глава администрации сказала, что этого ничего не будет, мы все равно построим. Я тогда собрала списки по деревне, только половину села, у меня очень много подписей. Кому ходило, то все подписывались. Единственное, что я неправильно сделала собрание, сделала в двух частях. Мне негде собрание сделать, потому что людей она запугивает. Я когда сдала на регистрацию документы, чтобы зарегистрировали общину, то глава сельской администрации написала заявление, чтобы занимались правоохранительными органами, так как это была фальсификация. Дело в том, что мы секретаря и казначея выбирали, они не подписывались, поэтому они отказались, и все остальные подписи действительные, и никто не отказывается. Мне не зарегистрировали не потому, что не хотят, а просто дали на доработку, чтобы мы провели собрание, выбрали казначея и назначили секретаря. Ну, вчера я ходила 23-го числа, да, 22-го, 23-го числа, ходила к главе администрации Панаши Натальи Федоровной просить помещение, она сказала, я вам откажу, я не обязана вам предъявлять помещение. Но дело еще в том, что действительно это все прикрывается областной и местной властью, районной, Житневой. Все это безнаказанно. Когда я не дала заложить первый камень, то Наташа Панаши, наша глава администрации, сказала, кто ты такая есть, мне все равно это дело. За мной стоит Мериков, за мной стоит Вита Москаленко, а ты никто и ничто. И действительно, когда я собирала подписи, чтобы отдать Болгар в строй, у нас там огромный комплекс под реабилитацию военным от овцам, и нас подписали люди, то их районная власть снимала с работы. И они сейчас, когда я подписывала на храм, они сказали, мы не будем подписывать, потому что нас уже точно снимут, нас уже предупредили. И это подтверждается тем, что властью она прикрывается. Потому что она не боится делать такие поступки. Она ходит под тем людям, звонит тем людям, которые подписывали за украинский патриархат, угрожает им, говорит, что придет милиция, что я их обманула, что это все неправда. И если не будем, у вас, говорят, есть храм, ходите, никто никакого храма строить не будет. Вот есть храм Московской патриархии, туда и ходите. А украинскую мы не дадим строить. У меня, конечно, я не знаю, к кому обращаться, потому что ни власти местные, ни областные мне не помогут. Я была в администрации президента, написала заявление. Прошу всех патриотов Украины, всем, кому небезразлична Украина, будущее наших детей и внуков, помочь мне в этом вопросе. Спасибо.